В балете «Дама с камелиями» выступил Эдвин Ревазов, премьер гамбургского балета, один из самых известных танцовщиков труппы Джона Наймайера. Выдающийся хореограф неоднократно ставил спектакли в расчете на его индивидуальность. В Москву Эдвин приезжал всего на несколько дней. Мы встретились между репетициями и поговорили о превратностях его судьбы. У меня мама из Эстонии, а папа из Осетии. Папа работал сыщиком, а потом был адвокатом. Мама была программистом. Я родился в многодетной семье. Пять мальчиков. И у всех имена, кроме самого старшего, у него имя Олег, у остальных очень... Звучные имена. Да. Какие? То есть Алан, Ян, Дан и Эдвин. И последние они подбирали уже по созвучию с первыми именами. В Севастополе хороший танцевальный коллектив, самодеятельный. Назывался Калейдоскоп в то время. И когда старший брат туда пошел, как-то нас всех туда потянуло. То есть начало двух моих средних братьев. И вот в три с половиной года я решил, что раз они пошли, то мне тоже обязательно надо туда идти и... По инерции? Ну, как бы, да. То есть тянулся, как любой младший, в общем-то, тянется за старшими. И вот, то есть, как я себя помню, я все время был на сцене уже. Молодец. Да, да. Без тебя. А где папа? Папа, папа. Папа забрали. А, понял. Я тоже забрала. Вот это мой самый старший брат Олег, он приехал из Севастополя специально посмотреть спектакль. Я единственный брат, который не занимался бы летом. Да, у меня, кстати, есть фотография там, где он держит меня на руках, мне года два-три. И он стоит, держит меня. Я вот такой маленький. Мы переехали в Москву, в хореографическое училище имени Элидяха тогда. А почему не Московское хореографическое училище? Я имею в виду училище при Большом театре, ведь можно было и в Севастополя. То есть, мы собирались, то есть, сама идея была пойти туда, но так как на то время мы уже были украинцы, то есть, для иностранцев это, да, то есть, для иностранцев была определенная плата. А мы это кто? То есть, это было два моих брата старших, ну, вернее, средних, и наша мама. А братья на сколько старше? Вот, один на четыре года, один на три года. Так это же разные классы вообще, разные. Как же вы одновременно? Ну, вот два старших, они как бы в основном в одном классе были, то есть, старший подождал младшего, и они, в общем-то, они всю жизнь живут как близнецы, можно сказать. Так и до сих пор они вдвоем занимаются фотостудией, то есть, как бы, Ян, который номер третий, он фотографирует, и Дан, он занимается, то есть, как бы, остальной частью, там, бумаги организует и так далее. Сейчас мы находимся в Берлине, в фотостудии моего брата Яна. Завтра у нас довольно интересный проект, мы едем делать фотосессию в замок. Проект, в принципе, мы вместе давно уже пытались сделать, просто мы никак не могли найти время. Да, конечно, да. Ян, а когда ты понял, что ты в балете можешь добиться? Может быть, больше, чем другие, что вот у тебя какая-то своя есть дорога. Тебе говорили педагоги об этом или нет? Не знаю, я, в общем-то, не старался быть лучше других, я старался быть лучше того, что я есть на данный момент. То есть, борьба с самим собой, а не с одноклассниками или еще с кем-то. Может, потому что из-за народного коллектива он более был как бы сплоченный, и все друг другу помогали постоянно, если там какой-то новый трюк выучил или еще что-то. То есть, в детском возрасте у тебя нет какой-то опаски, что кто-то другой получит что-то, другую роль или еще что-то. А уже когда приехал в Гамбург, то наш директор, он совершенно необыкновенный режиссер, хореограф, поэтому ты понимаешь, что у каждого есть свое место, у каждого есть свой репертуар, поэтому самый большой конкурс – это являешься сам ты для себя. Наш брат Алан поехал в Париж, сделал просмотр Малин Ружи и получил контракт солиста Малин Ружи. И вот благодаря ему, старшие братья мои, Дан и Ян, они поехали и сделали просмотр. Один попал в Малдой балет Франции, а один попал в Лионскую консерваторию. И уже после того, как они уехали, через год с помощью них же я поехал на конкурс в Лозанну. А что значит с их помощью ты уехал на конкурс в Лозанну? С их финансовой помощью. То есть поездку оплачивал один брат, проживание оплачивал другой брат. То есть благодаря им мы смогли себе позволить. Почему мы? Потому что как бы братья принимали огромное участие. И поехать в Лозанну, там, где Джон меня заметил и пригласил в Гамбург. Джон Наймайер. Как ни странно, я знал работу Наймайера, но я не знал самого Наймайера. То есть я не знал имени. Я помню, мы еще в Москве ходили на спектакль. Не на спектакль, а на галоконцерт. И вот у меня до сих пор в памяти я видел как раз один из дуэтов «Дамы с камелью». И меня это очень поразило и впечатлило. И как-то так случилось, что в жизни, что именно Наймайер меня пригласил к себе. И при этом я не знал, что это именно хореограф того дуэта, который меня так впечатлил. В школе гамбургского балета Эдвин Ревазов отучился два года, а потом получил приглашение в труппу Джона Наймайера. В первую же неделю Джон сначала поставил мне третьим составом в балете «Смерть Венеции» на роль Татсио. И после двух репетиций он поставил меня первым составом. То есть уже сам балет, остальная часть балета ставилась на меня. Это вообще фантастика, да? Да, это было совершенно что-то… Как бы мальчик из школы пришел и делает ведущую роль в балете. КОНЕЦ Была такая необычная ситуация, когда нужно было мне приезжать в Гамбург, чтобы учить этот спектакль. И когда я впервые увидела Эдвина, начал репетировать, начал помогать мне потрясающий партнер. И главное, надо было мне 10 раз, 20 раз, 100 раз повторить одно и то же движение. Он бесконечно помогал, он все время мне подсказывал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот этим летом у нас ушла наша мама из жизни. Это, конечно, трудно. Она всегда являлась таким двигателем в нашей семье. А ты по характеру на нее больше похож или на отца? Визуально я думаю, что больше похож на маму, а по характеру, наверное, на отца. Довольно тихий в жизни, медленный в движении. То есть я редко, когда куда-то тороплюсь или спешу. А жена такая же, она из Прибалтики. Нет, жена, как ни странно, она в семье у нас, она двигатель. Она лидер? Ну, да, наверное. Вы познакомились в театре, да? В труппе, да. Быстро нашли общий язык? Да. То есть мы сначала подружились, а потом уже как-то начали личные отношения. И давно вместе? Уже, да, уже больше десяти лет. А скажи, что-то есть в твоей жизни, кроме балета, кроме профессии? Ну, конечно, есть. Ну, у меня вообще тяга ко всему старому, то есть ко всем любимым вещам истории. То есть у меня почему-то всегда это вызывает интерес. В последнее время я увлекаюсь машиной. То есть? Ну, я купил себе в Севастополе машину. В Севастополе? Да. Ну, на лето, чтобы приезжать, ездить. Победу 1953 года. Как интересно, а почему вдруг? Вот, не знаю, как-то меня заинтересовала именно Победа. И я ее довольно долго искал. И вот сейчас восстанавливал по тихому. Ну, что-то своими руками, что-то делают мастера. То есть в зависимости от времени. А в чем удовольствие на машине 1953 года ездить? Ну, как ты сидишь в живой истории. Вы уже садишься, не знаю, я уже сажусь в машине, у меня улыбка на лице. Едешь на улице, люди смотрят, уже улыбаются. И на меня смотри. Субтитры сделал DimaTorzok